всем привет дорогие друзья я надеюсь что вы прекрасно отпраздновали новый год сегодня второе января почему я не снимала 1 января потому что 1 января у нас было точно такой же как и 2 января как вы знаете в турции комендантский час 31 декабря по 4 января запрещено выходить из дома только лишь магазин мы сейчас находимся не в алане мы находимся в каше посмотреть какие у нас потрясающие виды открываются стираться нашего отеля и сейчас пройдем в ближайший магазин для того чтобы купить то что нам необходимо поэтому подписывайтесь на наш канал у нас много интересных полезных видео ну и конечно же поздравляю всех с наступившим новым годом погода супер кстати можно даже ходить в футболке очень очень тепло виды замечательные природа из развлечений здесь у нас только нахождение на природе и прогулки на свежем воздухе вот такая вот потрясающая панорама у нас открывается с нашего балкона вы следующих видео когда закончится комендантский час мы съездим в центр города каш центр находится там и покажу вам город и пляжи ну а сейчас отправляемся в самый низ в ближайший магазин каш кстати не большой городок но очень популярное место для туристов находится в 300 километрах от анталии и примерно в 450 километрах от алании в каше в основном небольшие отели и апарт отели ну и конечно же в нашем апарт отеле очень много всяких разных котов кошек и и вот такой вот красивый пёс нас встречает когда мы пришли к маркету где нам нужно купить всякие разные необходимые нам вещи такой вот щенок красавчик побежал за котом под машиной сидит к в общем вот здесь вот находится маркет который мы пришли собака охотиться за котом кот залез на дерево весь целых два кота или кошки черненькие котята ой такие красивенькие так боятся убегает еще один собака гоняет котов и в центре вот этого района как ему рассказала вот такой вот небольшой маркет маркета ходить можно до маркета и обратно ну и здесь можно купить все что вам необходимо фрукты овощи всякие туалетные принадлежности воду напитки снэки хлеб и так далее мы купили всякие разные вкусняшки мороженое и сейчас прогуляемся поэтому по этому району покажу вам что увидим интересно мы остановились в районе примерно в четырех километрах от центра каши и здесь расположены в основном частные дома или частные дома которые превращены в апарт отели друзья не забывайте заходить на нашу группу на фейсбуке айхан всегда там делает прямые эфиры мы постим каждый день много фотографий и разных видео из разных городов турции здесь очень много частных садов с оливковыми деревьями с апельсиновыми деревьями с лимонами в общем такая вот небольшая скажем так ну даже деревенька да потому что здесь частные дома гуляют куры растет очень много деревьев фруктовых и около домов что интересно располагаются мебельные мастерские вот на протяжении всей этой дороги мы встретили уже около наверно трех четырех таких маленьких частных мебельных мастерских где местные умельцы вот увидите скорее всего здесь делает мебель а наверху его дом ну сейчас конечно же комендантский час все закрыто но вот такие вот мебельные мастерские здесь есть а также продают саженцы есть магазин точнее не магазина открытая такая площадь где большое количество саженцев можно скорее всего приходить покупать в то время когда они открыты покажу вам чуть позже вот так вот выглядит один из частных домов рядом расположен сад мастерская и небольшой двухэтажный частный дом вот этот дом уже чуть повыше и во всех садах растут конечно же фруктовые деревья апельсины мандарины лимоны и очень много цветов несмотря на то что зима деревья распускаются цветут потрясающе стоит погода очень тепло вот такая вот красота здесь цветет на каждом шагу пять часов вечера солнце постепенно заходит вот например один из таких небольших апарт-отели такое компактное маленькое здание в основном это апарт-отели в которых комнаты студии либо однокомнатные двухкомнатные апартаменты очень много таких апартаментов на всей территории каши поэтому можно приезжать отдыхать либо прям с видом на море либо на горе с потрясающим видом на весь залив апарт-отели есть разного уровня от супер дешевых по 100 150 лир за ночь до эксклюзивных люксовых по 1000 лир за ночь и более выбор выбор огромный очень много деревьев с лимонами посмотрите вот такие красивые лимоны спелые наверху и не совсем спелые внизу ну и конечно же потрясающей красоты розы уже отцветают но такие розовые розы я мало где встречала очень красиво вот еще один мини маркет совсем маленький где можно тоже купить всякие снеки мороженое газеты и практически у каждого дома каждый дом обрамлен вот такими вот красивыми кустами свисающими и деревьями с лимонами посмотрите практически на каждой ветке висят лимоны просто невероятно как я вам уже сказала друзья сейчас мы гуляем около территории нашего отеля в центр каши мы поедем понедельник когда точнее 4 января когда закончится комендантский час а сейчас разрешено выходить из отеля поскольку несмотря на то что мы живем в отеле мы все-таки граждане турции и на нас распространяется все правила которые распространяются на граждан если туристам разрешено гулять любое время то нам нет поэтому мы решили сходить ближайший супермаркет и насладиться вот это все красоты смотрите апельсины у нашего отеля в саду тоже апельсины мандарины красивые цветы панорам в общем супер вот оно самое насыщенное лимонное дерево которое хотела вам показать посмотрите какие большие апельсины местные их просто срывают по несколько чтоб каждый день и едят и вот они лимоны совсем недавно кто-то меня спрашивал в комментариях можно ли рвать с деревьев апельсины лимоны и так далее нет друзья рвать нельзя потому что это частная территория частные деревья и рвать и рвать ни в коем случае нельзя ну это как будто кто-то к вам пробрался в сад и начинает воровать ваши фрукты конечно же этого делать ни в коем случае нельзя иногда бывает что хозяева вот этих вот садов видят что мимо проходят люди и просто сами срывают и дают вам очень много раз с нами случались такие случаи когда мы гуляли где-то между садов и хозяева просто либо звали нас к себе в сад и угощали огромным количеством апельсин мандарин лимонов и так далее поэтому прежде чем что-то сорвать нужно спросить разрешение ну а если рядом никого нет то конечно же ни в коем случае этого не дед вот кстати еще одна большая мебельная мастерская и рядом с ней также еще одна мастерская в общем такой район мебельщиков мастеров по мебели также здесь строят новые дома возможно это будет апарт отель или частный дом большой или дом с несколькими квартирами вот видите стоят стоят стройматериалы и здесь полным ходом идет строительство интересно что же здесь будет лежит видите черепица разная стоят блоки и очень интересный элемент орнамента я здесь увидела покажу вам это вот такой вот мрамор я думаю что это скорее всего для облицовки дома но кто знает точно напишите потому что в основном этим пользуются для того чтобы облицовывать дома вот таким вот мрамором и еще есть также вот такой камень который также используют для облицовки дома или возможно для выкладывания садовых дорожек дорожек в саду на какой-то придомовой территории в общем вот такая вот интересная система видите вот такие вот большие глыбы то что от них остается вот такие вот кусочки их обычно используют для декора и вот здесь вот стоит трактор посмотрите какая потрясающая панорама и его там вот вдалеке видите виднеется уже центр города то есть если ехать наша гостиница расположена за этим холмом и если спуститься вниз к набережной и проехать в сторону вот тех вот вилл которые расположены на холме будет и центр города ну вот а с нашего отеля открывается вот такая вот прекрасная панорама на близлежащие холмы далеких холмы там посреди еще есть два небольших таких островка и вот они частные дома которые здесь стоят люди живут каждый день любуются невероятными панорамами я вам чуть раньше говорил о том что здесь продаются саженцы так вот вот здесь продают саженцы а здесь продают различные глиняные горшки кстати очень классно использовать вот такие например всякие разные корзинки для украшения сада балкона для того чтобы высаживать цветы я себе уже кстати присмотрела и себе на балкон я обязательно куплю деревья я хочу купить себе кумкват апельсин мандарин и лимон 3 января друзья мы выехали из отеля чтобы съездить в близлежащую пекарню и завтра 4 января заканчивается комендантский час и мы отправимся обратно в аланию только уже через через финики демре анталью и уже в аланию потрясающая стоит погода зима совершенно не чувствуется в куртке очень жарко можно ходить совершенно свободно в футболке в общем вот такой вот у нас новый год от нашего отеля до центра каши ехать примерно 45 километров совсем недалеко но как вы видите комендантский час у нас можно ходить в близлежащие магазины машин нет людей нет только туристы гуляют по набережной кстати было несколько человек прогуливающихся ну а панорама открывается вот такая вот очень красиво здесь конечно и удивительно тепло для декабря вот так вот выглядит центр города открыта пекарня можно купить хлеб открыты некоторые магазины магазины ресторанчики ну и конечно же магазины сетевые все открыты мы зашли в шок в карфур в мигра скупили все что нам необходимо в общем в центре даже народу достаточно много все приехали за покупками потому что сейчас уже половина пятого и в пять часов все магазины закроются народ приезжает на машинах на мотоциклах очень много кстати в этом году русскоговорящих здесь отдыхает в каше и если спуститься вниз по этой улочке то можно как раз приехать на набережную каш очень небольшой городок здесь население порядка пятидесяти пяти тысяч конечно же летом большое количество туристов но сейчас в январе как вы видите в комендантский час на набережной никого нет стоят лишь лодки которые и обслуживают туристов или ходят за рыбой в общем вот такая вот здесь интересная набережная и порт вот такая вот здесь небольшая прогулочная набережная кстати в каши мы уже для вас видео снимали в прошлую нашу поездку пару лет назад когда мы были в дмр вот такие вот красивые виды открывается на самом деле друзья очень жарко даже в футболке я вспотела потому что ну какая-то стоит невероятно теплая погода для декабря светит солнце очень тепло и есть даже те кто купается вот там вот сзади видно купающихся не забывайте заходить на нашу группу в фейсбуке айхан всегда там делает прямые эфиры и мы делимся фотографиями и видео каждый день здесь центре находится как вы видите порт и прям вот отсюда тоже спускают лодки на воду и таким же способом их завозят на берег для ремонта вот такая вот красота у нас здесь просто без слов можно стоять и любоваться 4 января друзья 12 часов дня и мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся обратно в алане потому что комендантский час у нас закончился погода стоит все еще потрясающе очень тепло виды отличные в общем едем обратно в алане